Разборки на лестничной клетке закончились поножовщиной. 18-летний парень едва не зарезал соседа, причем на глазах его жены, в конфликте жильцов дома. Попытался разобраться наш корреспондент. Супруги Васильевы с ужасом вспоминают тот день. Все случилось на этой лестничной клетке. Пострадавший Юрий говорит, 18-летний сосед ночью постучался к ним в двери. Завязался конфликт. Свидетелем разборок стала супруга пострадавшего. Вот, вместо вот остались следы пинков. Ногами в дверь. Муж открыл дверь на очередные пинки ногами. Пострадавшие до сих пор не знают, что стало причиной гнева соседа. На разборки вызвали полицию и медиков для раненого. Юрия госпитализировали. Я шел в грудь, и я только единственное среагировал, руку выставил вперед, пытаясь защититься. Лезвие было кверху, или это обоюдоострое было что-то. И этим лезвием вместо груди он попал в руку, рассек ее, вот пол руки разрезал. Соседа увезли на допрос в райотдел и вечером отпустили домой. Первое время супруга пострадавшего боялась выходить из квартиры и даже решила переехать в съемное жилье. Здесь все было в кровище, здесь было все, ну просто были лужи крови, то есть там речь идет о литре. Там два литра крови это было однозначно, но два с половиной, потому что когда приехала первая бригада врачей, скорая помощь, и они манипуляции делали, то я видела сколько было влитов из раствора. Сейчас Юрия выписали из больницы, и супруги вернулись домой. Юлия помогает мужу в реабилитации. Нейрохирурги пытаются восстановить руку. Говорят, нужна еще одна операция. Кровоснабжение, видимо, слабое у руки, и нервный пучок перебит, и поэтому она сохнет и мерзнет даже при комнатной температуре. Я приходится надевать варежку, и так, когда я иду на улице, мне приходится держать подмышкой, чтобы сверху и снизу конечности было тепло. Следователи возбудили уголовное дело сразу по двум статьям. Юноша сейчас под домашним арестом, но супруги через суд пытаются добиться, чтобы его заключили под стражу. А адвокат обвиняемого говорит, конфликт спровоцировали сами Васильевы. Со статьей 112, которая изначально менялась, мы согласны. Он здесь не отрицает, что, к сожалению, его действия привели к средней тяжести войдут в здоровье. Как раз вот это фейс здоровья возместить он готов. Мы готовы пойти на диалог. Мы пытались изначально это сделать. Но, к сожалению, потерпевший не захотел в дальнейшем какого-либо общения, поэтому мы пока не можем даже найти с ним диалог, чтобы предложить ему какую-то помощь. Адвокат уверяет, его подзащитный готов возместить моральный и материальный ущерб. Вот только семья Васильевых якобы на контакт не идет. Супруги отвечают, хотят, чтобы буйного соседа наказали по всей строгости закона и ждут окончания расследования. Встретиться с обидчиком, возможно, им придется и еще не раз на судебных заседаниях. Нормально, оно потом нарастает, нарастает, нарастает.